Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Большое спасибо, что вы уделили мне свое время. Меня зовут Ирина. И сегодня я буду вам показывать то, что я купила. И я купила лаки Лореаль. Я уже в своем инстаграм оставляла посты, какие цвета купила. Сейчас хочу просто вам чуть-чуть поближе их показать. На свочах, так скажем. И свочи эти будут сделаны не на ромашке, они будут сделаны на ногтях. Если вам, конечно, интересно узнать о качестве этих лаков, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начну с того, что я вообще, собственно говоря, удивлена, почему именно лаки Лореаль. И почему их так много сложилось. Это и зимой столько покупок. Но все равно я не успела вам показать эти покупки раньше. Показываю вам сейчас. Начну я, наверное, с такого интересного для меня лака. Я ищу до сих пор, наверное, свой идеальный лак в таком оттенке. И это, знаете, вот такой вот оттенок. Он синий. По максимуму стараюсь сделать для вас, чтобы было хорошо видно. Это синий лак. Он в оттенке 245. Называется он Омк Блуз. Могу сказать только одно. У них, у лаков Лореаль, у них удобная, в принципе, щеточка. Она такая не сильно тонкая, не сильно толстая, удлиненная. То есть абсолютно хорошо распределяется по ногтевой пластине. Но есть такой минус, допустим, у этого синего оттенка. Это то, что когда вы его начинаете наслаивать, а его нужно наслаивать для того, чтобы получить такой красивый синий цвет. Он чуть-чуть тут присутствует, какие-то блестки шиммер с фиолетовым. Такой синий-фиолетовый какой-то оттенок у него. Как видите, я уже достаточно приличное количество его попользовала. Нужно ждать максимально, когда высохнет первый слой, потому что он почему-то кисточкой подтягивает предыдущий слой. Поэтому нужно ждать, когда 100% он высохнет, для того, чтобы можно было наслаивать этот оттенок. Слой, конечно же, на ногтях я вам покажу. Здесь его 5 мл. Очень удобные флакончики. Хорошо держать эту кисточку в руках. И, ну, в принципе, очень удобно. Мне понравился вообще формат вот этих лаков. Очень удобно. И вам могу смело их рекомендовать. Следующий оттенок, который я хочу вам показать, это оттенок 244. Так вот видно будет. Его я тоже вовсю пользуюсь. И также оставила пост в своем инстаграм. Если не подписаны на меня, подписывайтесь, чтобы не пропустить там хотя бы такого рода видеопосты. Как я вам сказала, это оттенок 244. Это у нас идет Green Low. Оттенок очень красивый. На самом деле сильно понравился мне. Это даже не цвет травы, это не цвет зелени. Это, знаете, такой, что какой-то непонятный для меня оттенок зеленого. Но он очень красиво сочетается с другими лаками. И он очень здорово смотрится на ногтях. И вот так же нужно наслаивать для того, чтобы получить такой оттенок. Но плюс заключается в том, что оттенок вы получите уже со второго слоя. У вас будет, в принципе, нормальный, хороший оттенок. Вот этот вот лак, он чуть-чуть подзатекает в кутикулу. Под кутикулу. Но нужно быть аккуратненько. Прямо тоже так же его наслаивать. Осторожненько, осторожненько. Для того, чтобы просто не стереть предыдущие слои, чтобы не подтянулся. Надо так же ждать, когда высохнет предыдущий слой. В принципе, качество лака мне нравится. Я спокойно хожу без базы, без топа с ним, к примеру, 2 дня. Но я не люблю такого рода оттенки, видеть долго в себя на ногтях. И поэтому 2 дня для меня просто критично. Я начинаю удалять его с ногтей. И беру какой-то другой цвет и крашу. Поэтому у меня расход, собственно говоря, лака идет достаточно приличный. Так что вот так вот повторюсь. Это оттенок 244. Если будет видно, девочки. Хотела сделать для вас таком вот, немножечко в другом формате видео. Следующий оттенок хочу вам показать. Это такой, знаете, So Shake Pink. Называется 208 оттенок. И это такой, какой-то коралловый, красно-коралловый цвет. Но это на самом деле весенний цвет. Он очень красиво смотрится, как на коротких ногтях, так и на длинных. У него такая же удобная щеточка. Этот лак, он намного, так скажем, он более жидкий. И его прям нужно постараться наслаивать, осторожненько набирать на кисточку, для того, чтобы просто то количество лака, которое вы наносите на свои ногти, чтобы он просто никуда не утекал. Он жидкий достаточно. И его надо где-то слоя 3, чтобы получился такой оттенок. Как вы видите, вот он стекает, он такой достаточно жидкий. Очень быстро сохнут, в принципе. И за минуту вот эти лаки высыхают. И без топа спокойно вы можете ходить. Тоже так, два дня я с ним ходила. 208 оттенок. Красивый цвет, красиво смотрится на ручках. И я не знаю, я, наверное, поспешила, либо просто не поспешила, я захотела взять. Следующий оттенок, который хочу вам показать, это оттенок разбеленный голубой. Называется он Mintol Grace. И это такой, знаете, разбеленный голубой цвет. У меня был подобный лак от фирмы GOSH. Я его, он у меня сейчас стоит, и я не знаю, то ли выбросить, то ли попытаться еще с ним сделать. Это оттенок у меня 853, будет видно. 853. Вот этот лак, я хочу сказать, он нервопотрепет. Вы с ним не сделаете быстрый маникюр, он полосит. Нужно слоя 3, желательно сверху сделать какую-то базу еще, чтобы прямо выровнять рельеф, потому что он очень разбеленный, он очень сильно полосит, но он очень красиво смотрится на ноготочках. Он тоже так же мне нравится, и я с удовольствием ему буду пользоваться. Следующий оттенок, который хочу вам показать, это оттенок океан. Так, как же он называется? Это океан. Девочки, не буду коверкать, я, наверное, вот так вот просто сделаю, прочитайте. Это у меня оттенок идет 858. Видно, нет, отсвечиваю. Это просто с Алиэкспресс новое освещение для такой, знаете, потом вам покажу, наверное. Может быть, в своей покупке с Алиэкспресс никак не могу отснять это видео. Ну так не о нем сейчас, не об этом видео, а именно об этом лаке. Это такой, знаете, развеленный фиолетовый цвет. Он тоже очень гармонично, мне кажется, будет смотреться летом. Но тоже так же его нужно наслаивать, желательно сверху еще сделать топ для того, чтобы выровнять текстуру лака. Я вам показываю сводчи так, как они выглядят при максимальном их нанесении на ногти. Для того, чтобы вы просто видели сам лак без каких-либо баз. Могу сказать, девочки, только одно. Вот эти все лаки, вот эти все красавчики, в том числе вот этот вот 858, они очень жидкие. То есть вот эти вот, они жидкие, но их в принципе можно аккуратненько и никуда постараться, может не затекет. А вот эти вот лаки, они паразиты такие, затекают под кутикулу. Поэтому нужно быть максимально аккуратными и прям по чуть-чуть набирать на кисточку лак. Поэтому если вы такая же криворучка, как и я, тогда просто аккуратненько-аккуратненько распределяйте данный лак по ногтям. Кисточка у него такая же удобная, хорошо наносится, хорошо переносится цвет, только нужно его наслаивать. У меня Дарвин на заднем фоне скребется и чешет свои когти. Так что так, простите за лишний шум. Так что вот так вот. Нравится то, что у этих лаков, у них идет очень красивый глянцевый отлив. Я еще раз повторюсь, их можно наносить без топов. Очень красивые цвета. Я в принципе довольна. Я не являюсь лакоманьяком и я не занимаюсь какими-то супер рисунками на ногтях, либо еще чем-то. Но мне нравится то, что у меня в данный момент не имеется большое количество лаков. Я знаю прекрасно то, что вот этот вот лак я половину уже использовала с большим удовольствием. И он мне не приест. То есть лаки у меня не задерживаются и долго я их не храню. Я ими просто пользуюсь постоянно. И поэтому я не раздуваю свою коллекцию. Так что вот так вот, девочки. От меня вы, наверное, не увидите каких-то супер шикарных маникюров. Но стандартные классические какие-то варианты я еще делаю для себя. То есть я такой очень скептически отношусь к каким-то очень вычурным маникюрам. А вот таким достаточно базовым каким-то оттенком я могу себе позволить. Таким, к примеру, как зеленый и синий я себе позволяю делать маникюры. Но вот такой вот я консерватор. Так что так вот, девочки. Если вам понравилось такого рода видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если вам понравилось провести со мной время, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Берегите себя и своих близких. Переходите по ссылкам на какие-то другие мои видео, чтобы вам побольше меня узнать. Конечно же, не забывайте подписываться. Я вас всех люблю, целую. Хороших вам скидок, хорошего вам настроения. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok